всем привет с вами якуновский 1 и это якуновские новости то есть воскресный выпуск новостей из якуновского города в майнкрафте извиняюсь за отсутствие субботнего выпуска якуновских новостей потому что не было обновлений к сожалению порой вовсе очень слишком мелкие мелкие изменения и обновления поэтому не было смысла их делать выпуск к сожалению но я решил сегодня сделать кое-какое обновление сегодня и теперь я пришел к вам снова выпуска с новыми обновлениями в городе сегодняшний первый обновление то у нас магазин кинотеатр алмаз на улице чертесла давайте зайдем внутрь внутри у нас тут я такой коридор тут у нас еще красные красная дорожка ковра и три входа в зал и назначу а кстати страна у нас касса тут мы покупаем билеты внутри тут ничего особенно просто сиденье и . но дальше у нас кондитерский магазин тут мы просто можем купить какие-нибудь напитки и закуски в кино бог сожалению в российских кинотеатрах россии возможно и в странах снг цены на очень дорогие ничего особенного друзья это бизнес ребят ну тут у нас три входа в кинозал так и назову нас находится вот здесь вот у нас проход в кинозал мне так было удобно делать кинозал и вот такие вот кстати вот даю можно сказать справочку вот реально часть это лестница вот кварцевые ступеньки белые это уже сиденья а вот коричневую шерсть это коврики ну кстати потолок счастью не мешает поэтому садимся и нажимаем за просмотром кино тут пока что ничего не мешает но можно взять 11 спуститься на середину зала здесь это 3 я 3 теряется на зала а всего их сделал всего 66 штук или тут у нас уже освещением у нас вы провалился бывает а тут надо было извиняюсь ребят за лэл сбил то очередной но тут нужно было ограждение зрителя не упали готова вот такой вот у нас кинотеатр летим дальше к обновлению следующее обновление это у нас уже она в сквере шкировский у нас здесь находится колесо обозрения теперь скверски появился вот так появилось вот такое колесо обозрения небольшое небольшое но зато вместилось 5 посмотрим как тут у нас проход туда ступеньки поднимаемся там садимся вот эту месту я знаю как это называется ну я в этом место кого-то содержим у нас катает душу на обозрение вот типу отсюда очень хорошо видны иван живой комплекс интернационал спор автор вокзал шкиперский живые соседние живые дома вместе с садом и бассейном еще живые дома и управление соцзащиты и там еще там а его торговый центр изумруд еще одно управление это уже город управления соцзащиты городов или дальше у нас видны магазин магнит и почта что эти ленин асту захватывать это было у нас вот такое второе обновление эти обновления это уже дала проспекте сашиноска у нас появилась хрущевка четырех этажная вот такой вот крыши и конечно же в пристрое тут у нас есть магазин пятерочка аптека ломбард и туристическая оба тур фирма начнем с пятерочки здесь так ребят извиняюсь очень позвали зайдем тут у нас логотип магазин пятерочка старый логотип а мы низкие близкие цены и график работы с 8 утра до десяти часов вечера хотя если у меня в челябинске некоторые магазин но мой ближайший с ближайший рядом со мной стоящие в магазин пятерочка работает до 11 часов вечера недалеке от школы у меня работает с 6 утра до полу ночи один раз было что он работал круглосуточно с техническим перерывом туда попал ребят давайте зайдем тут у нас три кассы вот такие стандартные кассы вот у нас вот здесь стандарт тут у нас уможенные продукты типа мороженое грибы и пельмени у нас обычный товар и лежат тут у нас фрукты и овощи задержат их от отделов ну я решил использоваться шерстями зелой малых красного оранжевого селеного желтого и фиолетового цветов но присажду включите воображение и что это типа фрукты с овощами лежат походим даже у нас такой отдел мышь написано молочные продукты хотя изначально я хотел просто шампун у полки 100 варенда поставить на стене стоят ну и дальше у нас сушепный помещение сушепное ну наполовину склад наполовину бухгалтере тут у нас бухгалтер сидит за ноутбуком аквариум и тут у нас ну и тут у нас выход на улицу из выход на улицу сюда приезжать сюда эти грузовики газель газоны мазы камазом хотя часто случаются газоны и газели так но на другом конце коридора магазина послужок на туалет так наверху у нас вывеска логотип пятерочки вот такой надпись пятерочку надпись я не стала делать возможно я сделал идет дальше у нас аптека аптека екатеринский голос звучит поэтому просто сделан как сеть аптек рекорд ну тут ничего особенного теста у нас такие вот такое помещение тут у нас лекарства лежат бады тут у нас коридор тут у нас служебное помещение помещение служебное помещение за кассой и тут у нас ограждение что здесь должна будет квартира но здесь находится служебное помещение вот здесь у нас типа выход на улицу подъезд точнее кстати про четвертую ташку живой стороны я обязательно покажу выпуск получаса большим тут у нас ломбард левят кость 2 пожалуйста откроется дверь так ребят я снова здесь мы вошли будем бомбард ломбард у нас такое вместе с служебным помещением вот здесь а тут пусто и здесь тоже пусто на закуску у нас туристическая фирма ну турбаса короче говоря так туристическая фирма snowman не спрашивать откуда но это я специально придумал потаску станции путевки отдых и адрес проспект сашиновского 50 но тут ничего особенно тут просто такое помещение я честно не шарев таких заведениях по типу турфирма ну и самое интересное это уже за живое живая часть здания вот здесь вот это служебное помещение блин тут у нас типа почтовые ящики у нас такие вот тут у нас 4 квартиры во внизу во втором этаже на первом этаже только 2x сколько весь них на занято под служебное помещение мне кажется либо это либо там три вместо двух ну могу сделать сказать исключаем сколько там три квартира на первом этаже в этом подъезде а в остальных 4 ладно давайте туалет с ванной кухня стандарт стандартная коридор и дачек но не знаю может гостиная гостиная со спальни коротко квартира одинаковая связь на них не смысл на каждой одинаково поэтому спускаемся ниже в общем вот так вот получилось третье обновление в городе но и скажу небольшое изменение произошло сегодня же вот это такого здесь не было странно вот так вот здесь дырка поздавался это не заметил фейл был не знаю что произошло но я это лишь на этот вопрос решу как ребят я снова опять здесь можно сказать в общем я за что одно изменение произошло которое вступила можно сказать в силу в общем для всего первое изменение в том что калининская улица переименована в улицу 50 лет в лксм кто не знает в лксм это всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи в общем я захотел переименовать переименовать курсу по простейшей причине что появилась отдельная улица 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 данила швеца глянская улица тоже относилась к имени данила швец то есть в честь него же но потом но потом потерялся потерял смысл типа вторая улица в честь до него швеца и я переименовал сказать переименовал улицу глянскую на улицу 50 лет в лксм еще одно изменение произошло вступил всего и ребят насчет торгового центра год будущего я конечно извиняюсь за за то что вы увидели ирку была взорвана но я под еще отремонтирую это честь возможно я это починю но и гимназии генназии тоже будет отремонтирована не знаю но вы сможете у меня постоянно происходит различные набеги у меня коски двигатель секс всякий нет всякие различные игроки как-то взрывать здание а тут есть только джойс мекур и я бывает влачок что кто-то приходит ко мне в яковске и просто тупо взрывать кое-какие здания но в этом глинистер и таню и фу как вода не райме него и чё конечно но хотя говорят хотя уходят слухи что здесь завелся какой-то миг на чем играл игрок с никнеймом текстов взрывать делать в общем вот такая фигня произошла очередная а ну и на этом друзья мы завершаем этот выпуск спасибо всем за просмотр этого воскресного выпуска но и лагоновских новостей подписываемся на канал ставим лайки не забываем записать идею что построить и конечно же ждите не забывайте нажимать и колокольчик чтобы не пропустить новых видео и конечно же новости из яковска причем на этом у меня все спасибо всем за просмотр всем пакетова